Разрушили самые распространенные мифы об алкоголе. Первоуральским школьникам показали на опытах, как спиртное влияет на организм. Семинар прошел в рамках Всероссийского дня трезвости. На встречи побывала наша съемочная группа. Вместе с ведущим семинара путем рассуждений школьники разрушают миф о том, что в спиртном минимальное количество калорий. Примерно 20 минут придется делать физические упражнения, чтобы сжечь калории, которые содержатся всего в 100 граммах. Школьники делают вывод, алкоголь далеко не диетический продукт. Пить полезно для аппетита, алкоголизм это не болезнь, спирт входит в состав лекарств, а значит помогает организму. Все это стереотипы, которые в ходе экспериментов и логических размышлений с легкостью опровергаются. Как и тот, что спиртное убивает клетки головного мозга. Для опыта берется яичный белок и спирт. Увидим, что же произойдет с белком. Собственно, то же самое будет происходить и с нашим мозгом. Белок уплотняется и на глазах становится мутным. Миф разрушен. Алкоголь не убивает клетки головного мозга, но пагубно влияет на них. Для того, чтобы напрочь отбить у подростков желание брать в руки спиртное, организаторы пригласили эксперта. Председателя отделения организации «Общее дело». Вячеслав Бальцевич уверен, личный пример – самое главное в его работе. Я не употребляю алкоголь уже 8 лет получается. Причем, как многие иногда спрашивают, ну а вы сами пьете, не пью, а вообще, даже по праздникам. На Новый год даже не пьешь, даже на Новый год. Ежегодно по причинам, связанным с алкоголем, в России умирают около 500 тысяч человек. Такое число людей сопоставимо с количеством населения небольшого города. Статистика заставляет задуматься. Я никогда не пробовал алкоголь и тоже не курил. Но для меня сейчас оно стало еще более таким отвратным. То, что это сейчас вот не при каких обстоятельствах я вряд ли когда буду это пробовать. В рамках встречи школьникам напоминают и о вреде табакокурения. Показывают фильм, который адаптирован именно для них. Как правило, подросткам свойственно пробовать все новое и запретное. У нас достойный результат будет потом или через 10, когда вот эта вся молодежь, она поймет вот эти вот вещи, в которых мы в свое время не успели разобраться вовремя. И у них будут большие, крепкие, здоровые семьи с большим количеством детей. Вот это будет результат. Лейла Алиева, Александр Захаров. Хроника дня.